Более ста студентов и представители молодежных организаций вышли на субботник в Центральный парк культуры и отдыха. Вместе они высадили порядка трех тысяч тюльпанов и пионов, а также убрали опавшую листву и ветки деревьев. Волонтерское мероприятие прошло в рамках программы реконструкции парка. Пока рабочие кладут плитку, создают новые площадки, прокладывают дорожки, Люберецкая молодежь взялась за грабли и лопаты и устроила уборку. Чтобы помочь украсить наш парк. Мы же сами потом будем гулять здесь. То есть наши братья, сестры, чтобы все было красиво. Это, я не знаю, как-то развивает, наверное, культуру. Потом начинаешь лучше относиться ко всему и сам для себя уже не пройдешь. Например, даже не кинешь что-то, если ты это убрал, до этого ходил. Здесь и студенты, и школьники, и молодогвардейцы помогают ребятам сотрудники Люберецкой администрации. Я благодарен молодежному парламенту, ряду наших учебных заведений, особенно гагаринскому техникуму. Сегодня здесь молодежи собралось порядка 150 человек. Субботник в Центральном парке был организован для того, чтобы убрать мусор, опавшую листву и сухие ветки. Также волонтеры посадили цветы. Более трех тысяч тюльпанов и пионов. Когда наступит весна, это будет самое цветущее место в городе. Конечно, сегодня парк приобретает свое третье дыхание. Если мы начнем с тех петровских времен, тогда этот парк начал 300 с лишним лет тому назад развиваться. Потом годы войны, революции до этого. Конечно, здесь уже этого парка не было, это были поля. Возродили парк в 70-е. И сегодня каждый неравнодушный люберчанин может внести свой вклад в третью, новую жизнь этого места отдыха горожан. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова